Всем привет! С вами Александр Герус и Нелла Мизир. Всем привет! Да, тему мы не объявляли, но у нас сегодня ответы на вопросы и что-то мы потапаем. Я хотел как раз тебе рассказать историю. Я был в пятницу у стоматолога, и он мне лечил верхние зубы. И когда я закидывал, а там же вода брызгает, чтобы охлаждать этот бур, и она мне попадала на небо. И когда она попадала на небо, у меня перекрывалось дыхание, я не мог дышать. Я ему говорю, слушай, я не могу дышать. Он позвал помощницу, я недвоем поставил отсутствие, чтобы я держал голову, он мне подлечил. А потом мне задают вопрос, а почему ты не дышал носом? Ты же мог дышать носом. Я когда ушел, я об этом весь вечер думал. Думаю, а на самом деле, а почему мне не пришла в голову такая простая мысль? То есть в этот момент мой организм, вот эти инстинкты, рефлексы, начали работать. Попадает, чтобы вода не попала в легкие, автоматически прикрывается вот этот клапан, чтобы еда не попадала, когда мы едим. И это меня как бы пугало. То есть я не могу дышать, соответственно, у меня страх. И у меня отключился, по всей видимости, вот эта логическая часть мозга, которая управляет нашими решениями. Вот как работает страх. То есть казалось бы, ну простой, но начни дышать носом. И вот я хотел бы как бы в начале этого обозначить тему, да, что как на нас эти рефлексы влияют, когда мы напуганы, когда нам поступает какая-то информация, или нам там кончаются деньги, да. То есть ничего еще не произошло, деньги кончаются. И сразу пошли мысли, да. То есть у нас отключается вот это логическое мышление, все, я умираю. Но это очень частая вообще ситуация. Опять, ничего нового в этой ситуации нет. Когда появляется страх, забывается все остальное. И самое интересное, чем больше у нас появляется страх, тем больше страх у нас появляется, да. И чем больше страха у нас появляется, тем больше страха у нас появляется. То есть это абсолютно закономерная ситуация, что мы начинаем направлять внимание, теперь же полностью у нас страх появляется. И тут уже идет адреналин, который мы с тобой так любим. Выделяют уже адреналин. И когда адреналин выделяется, то уже мало что можно сделать, если в этот момент только не сказать себе самой или самому стоп вообще. Конкретно. Но это надо иметь в виду, что такое можно сказать стоп, и что можно в этот момент что-то сделать. Но поскольку у нас с тобой любимый инструмент – это все-таки таппинг, то я взяла и у Силви Хартман, и у Стива Уэллса. Сейчас таппинг, давно уже, но я его очень применяю много сейчас, когда нельзя тапать по лицу, то всегда можно тапать по пальцам. Любая ситуация, в которой ты бы не находился. Вот ты сидел у стоматолога, ты же не мог тапать себя по лицу. Руки-то у тебя были свободны. Ты едешь в машине, тяжело тапать по лицу, но даже по одному пальцу. Можно это делать? То есть я вот только что у меня был клиент. Прямо перед нашей встречей я отпустила клиента. И у мальчика очень высокая тревожность. И вопрос, когда он тревожится, он не может сконцентрироваться. И я говорю, таппинг. Он говорит, что ты мне все время говоришь про таппинг? Неужели таппинг может помочь вот так вот просто, чтобы… Да, может. Да, может. Потому что я все время повторяю одно и то же. Когда у человека появляется страх, первое, что вам нужно, вам нужна скорая помощь. Сердечная боль. Что мы делаем? Бежим за вакардином или валерьяной. А если постучать? Да. Что-то еще происходит. Опять нам нужна какая-то скорая помощь. Тут таблетка от головной боли. Тут еще что-то. В этот момент, если остановиться, вот в этот момент прямо и сказать, окей, стоп. Давай я отпущу тревожность. Давай я отпущу страх. Ребят, вот именно в эту минуту у меня есть видео, которое я ставила. Я на него сегодня получила коммент, да? Три минуты от страха. Вот прямо есть название на моем канале. По-моему, Саша на твоем он тоже есть, его выставлял. Три минуты от страха. И, ребят, пока я говорю, хочу напомнить. Пожалуйста, ставьте нам лайки. Пожалуйста, пишите нам комментарии. Много приходит сейчас уже комментов, как то, что мы с Сашей делаем, помогает людям. Давайте будем это распространять. В нашем ненормальном на сегодняшний день мире. Давайте будем все-таки это развивать и распространять все вместе, да? И это то, что вы можете нам дать взамен. Потому что ваши комментарии, они вдохновляют меня приходить сюда опять, и опять, и опять. Потому что это дает нам возможность понять, что мы делаем что-то нужное для людей, да? Потому что иначе для чего это все? И поэтому ставьте комменты, ставьте лайки, поднимайте ваши пальчики, да? И это то, что нас на самом деле вдохновляет на эти встречи. И возвращаясь к страху и к деньгам. Знаешь, я тут слушала одну очень лекцию, а я что-то слушаю, чему-то учусь. И ситуация была очень интересная. Человек говорит, приводит такой пример, у женщины украли кошелек. И, естественно, начинают ругаться. Ну как это так, украли кошелек, ну что это такое, что с этим можно сделать? И она не думает о том, что вообще привело к этой краже. У нее даже мыслях этого нет. А то, что привело к краже, это то, что она все время беспокоилась о том, что у нее нет денег. Денег нет и не хватает, денег нет и не хватает. И, как правило, наше подсознание делает все для того, чтобы забрать у вас предмет волнения. Волнуетесь о зубе, который болит? Давайте его удалим. Волнуетесь там еще о чем-то, что не так работает. Давайте уберем это из вашей жизни. И поэтому таппинг, вот я просто отвечаю опять на вопрос про стоматолога и на вопрос про страх. Останавливаясь в страхе, убирая страх, у вас появляется ясность следующего действия. И если бы ты в этот момент помнил про это, ты бы, наверное, вспомнил, что можно и носом подышать. Да, я пытался как раз потом проанализировать, о чем я думал. Я думал о том, чтобы вода не попала ко мне в горло, то есть вместе с воздухом. Обо всем остальном я забыл. Да. И про таппинг тоже. Здесь, кстати, пишут, простите, как выглядит таппинг. Оставайтесь с нами, вы увидите чуть позже. Как выглядит таппинг, да. Оставайтесь с нами и мы вам покажем, как выглядит таппинг. Хотя, но сами точки я могу показать. И я использую четыре точки. Сейчас я стала добавлять пальцы. А Саша, ты используешь все точки, да? По-разному. На самом деле, иногда, если я еду в машине, я могу просто стучать по точке я, как си фоэлс. Да. Отвечая человеку на вопрос про таппинг. Таппинг – это, в принципе, простукивание. Вы стучите. Вы прямо стучите. Есть определенные точки, по которым мы стучим. Есть точки, которые были в оригинале. Это голова, лоб, сторона глаза, под глазом, под носом, под бородом, ключица и подмышкой. И все пальцы. Это основные точки. А я еще забыла про… Как-то по-другому. Это только каратен это называется. Точка каратен. Тем, кто увидит это первый раз, и ему кажется, что это странно, на самом деле задержитесь, посмотрите, что произойдет. Дальше. А классическая версия таппинга есть на главной странице канала. Его записал Энди Брайс, когда был коронавирус. Очень полезное видео. Там уже порядка, наверное, 10 тысяч просмотров. Так что посмотрите, потратите час времени. У нас видео много, поэтому кого это интересует, посмотрите, пожалуйста, видео, где конкретно говорится о том, что это такое. мы начали с того, что у нас встреча сегодня ответов на вопросы. Но вот у тебя был первый вопрос по поводу страха. По поводу рефлексов. По поводу рефлексов. У меня есть конкретный вопрос, который мне прислали люди. И это тема суррогатного таппинга. меня прямо пишет. Здравствуйте, Нелла. Эфир был замечательный по поводу нашего с тобой прошлого эфира. Тема, как всегда, подобралась актуальная. Стучала вместе с вами, был очень хороший эффект. Моя большая благодарность за ваш труд и помощь нам. У меня есть вопрос по поводу суррогатного таппинга для близких нам людей. И, возможно, не только, которые в силу разных обстоятельств не могут простукивать сами. Например, дети-аутисты. И это один из вопросов. Потом, когда идет гормональная перестройка. Потом у меня был очень один интересный вопрос. Если я прихожу на работу и мой босс не в себе, могу ли я делать суррогатный таппинг на босса? Если я в отношениях с кем-то и мой муж или там бойфренд пришел с работы и он тоже мягко скажем не очень в себе, то могу ли я простукивать его или ее, если, например, гоуфренд, подружка, и ответ абсолютно однозначный да. Мы можем делать суррогатный таппинг на любого человека, даже на нашего президента, если мы захотим, мы можем делать суррогатный таппинг. У нас с вами разные президенты. Это не важно. Президенты все равно. Ваш президент, наш президент. Какая разница? На нашего президента, который существует на сегодняшний момент. президенты везде есть. У нас к ним особое отношение у всех, поэтому мы даже не будем эту тему развивать. Мы там не настучим что-нибудь, если настучим другого человека. мы не настучим, потому что как работает суррогатный таппинг. И тут я возвращаюсь к Роберту Смиту. Это мой учитель, кто не знает, тоже. Ты можете посмотреть, у нас есть с ним интервью, где Саша берет интервью, я перевожу. Их у нас два с моим переводом и третье с переводом, я не помню фамилию молодого человека, но рекомендую посмотреть два наших, где Саша задает вопрос и я перевожу. Что все, что мы видим в другом человеке, это все о нас. Мы не можем конкретно быть эмпатами. Мы не можем точно прочувствовать человеческую боль, мы не можем точно прочувствовать человеческую злость, мы не можем точно прочувствовать человеческое негодование. Это то, как мы воспринимаем это, это наше восприятие того, как мы считаем человек чувствует то или другое. Вот был один очень интересный пример у меня. У меня уходил, когда папа, он уходил у меня на руках. И я смотрела на него и я в тот момент отстукивала, протапала все, что мне казалось. Ребята, я повторяю слово. Я отстукивала все, что мне казалось, он чувствует. Я не знала, что он чувствует. Мне казалось, что я знаю, что он чувствует. и я в этот момент просто отстукивала. Все, что мне повторяю третий раз, казалось, что он чувствует. Потому что на самом деле я понятия не имела особого, что он чувствует, потому что он уже не говорил на тот момент. Поэтому то, что я мы можем сейчас сделать практику именно суррогатного таппинга прямо сейчас, чтобы показать людям, о чем мы говорим, чтобы не быть голословными. Кто нас слушает и представьте себе человека, человека вашего интереса. Человек, который в данном конкретном случае, мой вопрос был, это ребенке, аутисты, или о мужа, который не в адеквате, или когда вы приходите на работу, что вы думаете, что думает ваш босс. Еще раз повторяю, что вы думаете, что думает ваш босс, что вы думаете, думает ваш муж. Потому что то, что думаете вы, то, что думает человек на самом деле, это не одно и то же. Это очень часто бывают разные вещи. И пожалуйста, подумайте об этом. Вот как вы знаете, что чувствует этот человек, представляя себе этого человека. И прям прочувствовать это все. Вот как вы знаете, что чувствует этот человек. и теперь представьте себе себя в каком-то месте приятных воспоминаний. Побудьте в этом месте минуточку. почувствуйте, вам приятно в этом месте. Насколько вы расслаблены в этом. Делайте глубокие вдох в это. Возьмите себя за запястье. и скажите слово покой. Покой. Отлично. Расслабьте руки и опять вернитесь к объекту вашего интереса. Ребенку, мужу, боссу, кому-либо другому. Не знаю, какой-нибудь тетке на улице, которая наступила вам на ногу случайно. И сейчас почувствуйте опять все, что вы чувствуете. Что чувствует этот человек, о котором мы говорим. Как вы знаете, что этот человек чувствует? Как вы знаете, что он вам скажет в следующем моменте? Отлично. Теперь закройте глаза и представьте, что мы с вами вышли на улицу, я вам дала в руки гирлянду разноцветных шаров, воздушных шариков. И мы их все отпустили. Что случится с шариками? Правильно, они все улетают. Откройте глаза, опять подумайте об этом человеке, как вы знаете, что он чувствует и начинает и стучать вместе со мной. Все как я знал, что это человек. Вы можете поставить имя здесь конкретно человека, о котором вы говорите. Если это мама, папа, тетя, дядя, ребенок, вы можете подставить сюда, что хотите. Все как я знаю, что чувствует этот человек. Все как я знаю, чувствует этот человек. лечиться. Я отпускаю прямо сейчас. Я отпускаю прямо сейчас. Все, как я знаю. Все, как я знаю. странно глаза. Все, что с этим человеком происходит. Вся его боль. Всего негодования. Вся его злость. Все его изменения. Физические. Национальные. Национальные. Я это все отпускаю сейчас. Это все отпускаю сейчас. И по мере того, как я это отпускаю, позволяю себе создать что-то лучшее. Я позволяю себе создать что-то лучшее. Для него. Для него. Для меня. Для нас. Для нас. Глубокий вдох-выдох. запястье и покой. Покой. И приятное воспоминание. Отлично. Какие-нибудь вопросы у нас есть? Нету там. Так, а что должно произойти после этого? После этого должно произойти то, что вы должны расслабиться немножко. И проверить еще раз, что у вас осталось, какие чувства остались, что вы думаете, как этот человек себя чувствует. А если эти чувства не исчезли, появилось физическое ощущение, что-то начало впирать горло. Отлично. Фокусируемся на физическом ощущении, так как оно есть, где бы оно ни было, и делаем еще круг. Все, как я это чувствую. Я это отпускаю сейчас. Я это отпускаю сейчас. Всю мою боль. Всю мою боль. Всю его боль. Всю его боль. Его боль в моем теле. Его боль в моем теле. вот эти ощущения, его ощущения в моем теле. Я это все отпускаю прямо сейчас. И по мере того, как я это отпускаю, я восстанавливаю правильный баланс и течение энергии в моем теле. Отлично. Глубокий отдых покой. И опять приятные воспоминания. Да, теперь лучше. когда я занимался рейки, там тоже можно было посылать энергию другому человеку. И там ты обращаешься к какому-то его аватару и просишь разрешения. Могу ли я помочь? На самом деле. Ну, и там считалось, что, собственно говоря, если что-то не является полезным, то это не произойдет. То есть тут наколдовать, настучать чего-то плохого вряд ли получится. Ребят, поскольку то, что мы делаем с другими людьми в таппинге, с суррогатным таппинге, это все равно только про наши ощущения. Вот я почему привела в пример, когда мой папа уходил, это были мои ощущения. То, что я считала, он чувствует. Это очень часто это интересно, потому что очень часто это относится вообще к болезням. Нам кажется, что мы знаем, как другой человек чувствует, или как другой человек переносит боль, или как другой человек, например, когда там травма какая-то, я думаю, что у многих у нас из этого было, мы вдруг видим рану у кого-то, у нас прям все сжимается внутри. Почему? Потому что мы себя ассоциируем с этим человеком, с этой раной, с этой травмой. Но на самом деле, мы же не знаем, как этот человек чувствует себя, но это наша ассоциация с этим. и поэтому что получается, что когда мы делаем суррогатный этап, как ни странно, он все равно про нас, то, как мы себя чувствуем, как нам кажется, этот человек себя чувствует, и какая у него мотивация так себя вести. У меня интересно, мой знакомый один, он очень часто жалуется по поводу своего босса, вот он такой крикучий, он такой, 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 и я говорю, хорошо, давай сделаем так, что босс чувствует, когда тебя видит? И он меня начинает озвучивать, вот он чувствует, что я чего-то недоделываю, я что-то делаю не так, я там чего-то не выполнил, он возлагал на меня такие надежды, а я не догнал его надежды, я говорю, хорошо, я говорю, теперь давай, я тебя спрошу другой вопрос, я говорю, ты сейчас говоришь о коме, вот о ком идет разговор, об оси, и человек вот так остановился, обо мне, я говорю, вот именно. Да, ну и также люди думают о том, что другие люди подумают, да, то есть как абсолютно, что люди подумают, это никто ничего не говорит, да, то есть люди сами придумывают все страшерки, здесь, кстати, написала Татьяна, у кого ребенок аутист, вот, и передает тебе спасибо. Пожалуйста, но обещано было, я обещала, что я подниму этот вопрос сегодня, да, поэтому срогатный таппинг, найти человека, чтобы он нашелся и вернулся. Чтобы человек нашелся и вернулся? Вернулся. Я не знаю. Магия. Да, нашелся и вернулся можно прежде всего, я, кстати, отвечаю тому, кто у нас женщина спрашивает, чтобы человек нашелся вернулся. Дело в том, что сделайте сначала самую простую вещь. Протапайте все свои негативные чувства по поводу того, что человек вообще исчез. Начинайте всегда с примитива, как я всегда говорю. Не строите спираль раньше ее времени, начинайте с ее базы, потому что чтобы ее построить, нужно начать с чего-то. Какие у вас чувства по поводу того, человек ушел, по поводу того, что человек исчез, по поводу того, что человек пропал? Что вы ощущаете? Злость, негодование, я не знаю, обиду, огорчение, у вас были какие-то ожидания, они не существились. То есть начните с этого. Что я чувствую по этому поводу? Меня бросили, меня оставили, меня предали. Какие у вас идут эмоции там? Потому что я вашего случая точно не знаю, но я могу предполагать, эти человека надо найти, значит, он куда-то исчез, поэтому там куча эмоций может быть каких-то. И прям начинайте по порядку, все, что меня беспокоит, вся моя злость, все мое негодование, все, что я чувствовала, все, что меня предали, меня бросили. Вот прям вот так поднимайте этот ворох, который там сидит на поверхности. я это все отпускаю сейчас, и по мере того, как я это отпускаю, я позволяю себе успокоиться. Сделай глубокий вдох-выдох, по порядку, покой. Посмотрите, что у вас осталось, сделайте еще круг, потом представьте себе человека, которого вы хотите найти, что человек может чувствовать или чувствовал тогда, когда он пропал, ведь он же пропал по какой-то причине, значит, что он чувствовал, когда он пропал? Сделайте круг, отстучите это. И когда вы придете к этому знаменателю, тогда вы можете закончить тем, что я позволяю себе принять этого человека обратно. И посмотрите, что произойдет, вполне возможно, человек объявится. Но для того, чтобы он объявился, вам нужно сделать сначала работу над собой, а потом над ним. И все, что вы чувствуете по поводу этой ситуации. Да, но иногда еще бывает, как встреча одноклассников. Ты ждешь, 10 лет прошло, вот сейчас я это, а потом встречаешься и думаешь, ой. Зачем тебе это надо? Совершенно верно. Это пустая трата времени. Что я вообще здесь сделаю? Совершенно верно. есть еще какие-то вопросы запись но записи останется здесь на канале на канале будет на канале я тут посмотрел меня нету ссылки на твой канал я добавлю сюда ссылку в описании но в любом случае если вам что-то придет пишите вопросы какие-то да мы сейчас решили делать снова больше эфиров но покороче минут на 30-40 и два раза в месяц не один раз как раньше два раза вот поэтому пишите и будьте конкретными да то есть вот мы перед началом я на или зачитал там вопросы когда человек пишет но но час есть здесь тоже такой вопрос я прочитаю что может ли таппинг быть инструментом саморазвитие если да то как его эффективно в этом смысле применять вот что ты скажешь с банARRY безусловно может быть инструментом саморазвития более того что я думаю что один из самых эффективных у если не не самый но наверное один из самых рециальных инструментов саморазвития тут если вопрос такой что человек понимает под саморазвитием потому что каждый из нас понимает саморазвитие по-разному, да, кто-то читает книги, кто-то смотрит фирмы, кто-то ходит в церковь или в другие религиозные места, да, и понимает это тоже под саморазвитием. Кто-то сидит на гвоздях, а кто-то становится в стойку на голове, да, то есть вы решите прежде всего, что такое саморазвитие для вас, что вообще, потому что саморазвитие – это понятие, знаете, глобальное, да, что такое саморазвитие. Ну, я считаю, что... Дай мне закончить минуту. Что может делать таппинг в плане саморазвития? Как правило, у нас, когда мы развиваемся, у нас обязательно идут моменты, где мы застреваем, да, то есть вот мы дошли до какого-то момента, и мы застряли на нем, и вроде бы хочется двигаться дальше, вроде ничего не хочется делать, да, и вроде бы хочется двигаться дальше, ничего не хочется делать. Здесь появляется и страх какой-то опять, да, смотрите, за эмоциями, за вашими, что у вас появляется, да, что вам мешает двигаться вверх, да, что, что вот здесь, где вы застряли, какие убеждения у вас появляются отсюда, да, вот вы начали книжку, прочитали, что произошло, вы эту книжку отработали, вы ее отложили, вы сделали с нами таппинг, или вы просто просмотрели нас и сказали, полная туфта, я пошел дальше, да, посмотрите, что с вами происходит, когда вы идете по саморазвитию, и тогда таппинг является одним, в общем-то, я говорю, из очень таких актуальных инструментов, да, удобных инструментов, отпустить, оттапать то, что воздерживает на самом деле по поднятию, да, по продвижению по этой лестнице, вот, я тебя перебила, говори, Саша. Да нет, я тебя перебил, но смысл в чем, я просто что хотел сказать, да, то есть не надо из таппинга делать, ну, какую-то религию, так сказать, или ежедневную какую-то многочасовую практику, на самом деле, вот как я это для себя понимаю, да, то есть я этим занимаюсь каждый день, да, то есть в какой момент и сколько времени, да, то есть я еду в машине, да, мне поступил какой-то неприятный звонок, да, или меня подвезла какой-то человек, там, да, или еще что-то, да, я это делаю просто, чтобы не развивать вот эти негативные эмоции, да, и вот эти мысли, которые связаны с тем или иным, то есть это занимает несколько секунд, я не использую все точки, я просто это быстро делаю и еду дальше, делаю вдох-выдох и еду дальше, да, то есть это лучшее средство для изменения своего настроения, да, для установления вот этого покоя, да, то есть равновесие душевного, да, это первое. Второе, это когда есть, ну, многие вещи я уже убрал с точки зрения того, что какие-то прошлые вещи, которые ты время от времени возвращаешься, да, что-то было в прошлом, что-то, и время от времени ты туда возвращаешься, да, обида какая-то, еще что-то, вот это нужно убирать, да, обида там на родителей, обида на бывших, обида на Бога, судьбу и так далее, да, это то, что мы... Да, я тут добавлю, да, я тут добавлю, я тебя перебью на секунду, я тут добавлю, что я хочу объяснить еще раз, то, что мы делаем здесь с Сашей, вот в наших коротких вот этих вот видео, ну, может, не очень коротких, но сейчас они будут короче, как мы договорились, это, в принципе, я повторяю еще раз, ребята, это скорая помощь, вот то, что Саша говорит, еду в машине, поступил неприятный звонок, еду, там что-то еще произошло, я это сделала, я сказала, на кухню зашли, да, почувствовали что-то не то, или, например, кто-то должен в дверь позвонить, да, вот это вот чувство тревоги, оно убирается достаточно быстро. Если есть серьезные проблемы, потому что я вот, ко мне приходят люди с очень серьезными проблемами, например, там, я не знаю, у женщины чувствительность к химикатам 17 лет, да, и я с ней работаю, или вот этого парня, который был, у него биполярная депрессия, и он на психотропных препаратах, да, или там, если, то есть ко мне приходят люди, у которых очень серьезные на самом деле и физические, и финансовые проблемы, да, здесь сессии, которые я делаю, они идут по-другому, это не то, что мы, здесь мы вам даем идею представления о таппинге, и скорую помощь, что можно сделать в моменте. Если есть какие-то серьезные проблемы, то подход немного другой, вот как Саша говорит, поднимаем и убеждения, которые пришли с детства, обиды на родителей, может быть, какие-то глубочайшие обиды, которые пришли с детства. Очень часто ко мне приходят люди, особенно женщины, которые были изнасилованы в детстве кем-то из своих же близких, да, это может быть отец, это может быть брат, это может быть какой-то, я не знаю, брат там по матери или по отцу, это все реальные случаи. И тогда уже, конечно, вот эти пятиминутки, десяти минутки, они сработают только на снятие, ну, самого-самого верхнего слоя, да, а там уже нужно идти совершенно в другую глубину. Просто чтобы это было понятно, да, вот эти вот два разделения, как оно работает. Да, конечно, ну, мы же не лечим зубы сами, да, то есть мы знаем, как убрать боль, выбить таблетку, да, там, не знаю, полоскать соды там или что-то еще сделать, да. И здесь это как средство такой легкой самопомощи, когда нет других, как это, во всех остальных проблемах ищите, так сказать, себе специалиста, да. У нас есть сообщество, есть НЕЛА, есть ее контакты, и в любом случае вы найдете, так сказать, и все это будет гораздо эффективнее, гораздо быстрее. Но здесь мы говорим о самопомощи, да, о том, как можно регулировать, потому что так не находишься. Есть привычки, да, когда мы реагируем определенным образом на определенных людей, на определенные запахи, на определенные звуки какие-то, да, тон голоса, да, и это может вырвать, да, и говорить из-за того, что меня раздражает кассирша в магазине, да, идти, допустим, проводить сессию, ну, это как минимум, так сказать, странно, да, вот. В магазине это 5 минут, а, например, мама, которая бегала за моей клиенткой, если, допустим, это регулярная какая-то вещь, да, и, скажем, это рабочая ситуация или домашняя, да, когда каждый день, день это дня вы испытываете стресс по одному и тому же поводу, то это есть повод обратиться к специалисту для того, чтобы будет достаточно быстро все это решить. Вот. Тут я благодаря и меня за то, что мы тут с тобой делаем, значит, тебе комплименты за то, как ты одета. Спасибо. Ну, и да, еще я хотел сказать, что вот таппинг – это как бы лучшее средство для поднятия самооценки, да, потому что многие вещи, они идут от самооценки, да, о том, что мы сами или кто-то нам эту самооценку понижает, и у нас становится больше страхов, мы становимся пугливыми, зашуганными, нерешительными, сколько бы лет нам не было на самом деле, да. Вот. И это тот случай, когда можно быстро себе самооценочку поднять, изменить настроение и тогда уже делать какие-то дела. Сегодня мой мальчик, который был у меня еще, вот, например, он задал такой вопрос, поскольку у него, не знаю, не буду переводить на русский язык диагноз, ему очень тяжело принять решение. И поскольку ему тяжело принять решение, у него начинается вот эта вот тревожность, да, что он не может принять решение, у него начинается вот это вот состояние, да. И вот в такие моменты, да, таппинг – это самое лучшее, что может быть. Да. Все, что меня тревожит, да. Вот давайте сделаем прямо вот сейчас еще, закруглим, да. Все, что меня тревожит. Все, что меня тревожит. Все, что меня тревожило. Все, что со мной происходит сейчас. Все, что со мной происходит сейчас. И все, что меня еще может тревожить. Все, что меня может тревожить в будущем. Я это все отпускаю сейчас. Я это все отпускаю сейчас. И по мере того, как я это отпускаю. И по мере того, как я это отпускаю. Я отпускаю все эмоциональные привязки. Все эмоциональные привязки. к моим фантазиям и рассказам, которые крутятся в моей голове по поводу того, как оно может не получиться или как оно может быть плохо. Я это все отпускаю сейчас. И по мере того, как я это отпускаю? И по мере того, как я это отпускаю? Я позволяю чему-то лучшему произойти. Может быть. Может быть. Может быть. Может быть. Может быть. Оно случится? Оно случится. Самым лучшим для меня образом. Да, он лучшим для меня образом. Может быть. Может быть. Это будет самое лучшее решение в моей жизни. Это будет самое лучшее решение в моей жизни. Ребята, вы можете здесь добавить, что это может быть. Может быть, вы получите огромную сумму денег. Может быть, вы станете лучше себя чувствовать. Может быть, у вас восстановится отношение с кем-то. Может, найдется потерянный человек, о котором мы говорили. То есть вот сюда вы можете добавлять вашу фантазию. Может, просто произойдет чудо. Может, просто произойдет чудо. Кстати, у Силвии Хартман есть целый час на эту тему про чудо. Да, у меня на канале там есть про чудо. Я верю в чудеса, да. Целый час говорит об этом, да, что I believe in miracles. Я верю в чудеса, да. Так что она конкретно говорит целый час на эту тему. Делаем глубокий вдох-выдох. И покой. И приятное воспоминание. Покой. Да, я хотел тебя спросить, чтобы для тех людей, которые недавно, может быть, к нам просоединились или будут смотреть это в записи, случайно наткнуться, а что мы делаем вот это? Что это за счастливые воспоминания и зачем мы... Счастливые воспоминания и покой – это якорь, да. Мы себя икорим конкретно на состояние покоя. А поскольку покой у нас обычно связан с приятными воспоминаниями, счастливыми воспоминаниями, то как раз мы себя икорим на это состояние. Более того, поскольку 90% наверное нашего времени, но заключением, я не знаю, времени, когда мы спим, это под вопросом. Мы находимся в трансе, да, потому что очень многие вещи мы делаем в трансе. Даже вот эта наша тревожность, она тоже идет от транса, воспоминаний каких-то, да, откуда мы ее знаем. То, что появляется, мы разбиваем транс. Таппинг разбивает транс, наш собственный, и успокаивает нас, и точно так же делает приятное, счастливое воспоминание, когда мы его икорим. Когда вы себя икорите уже достаточно серьезно, то в следующий раз, когда вы просто будете брать себя за запястье, да, это как работает икоря, вы себя будете просто брать за запястье, и у вас вот это уже состояние расслабления уже просто будет. Более того, если мы берем старый тип EFT, да, то сюда сходятся все меридианы, но это уже отдельная передача. Да, если вы зеваете, то это хорошо. Вызывается хорошо, кашель хорошо. Да, все, что с вами происходит, какие-то вот такие необыкновенные реакции, это все позитив. Так, ну что ж, у нас уже время подходит к концу, да, надо привыкать к коротким встречам, давайте будем их делать более короткими, и более частыми тебе делают комплименты насчет твоего платья. Так что одеваю в следующий раз. Теперь я буду одевать все ярко. Я уже поняла, что как только я одеваю ярко, я получаю комплименты. Так что, друзья, подписывайтесь на канал, я добавлю туда ссылку Нелла, добивайтесь в группу в Телеграме, и смотрите там за нашими анонсами, когда... Да, и пишите мне вопросы, пишите Саше вопросы, потому что когда, вот как сегодня, когда есть конкретные вопросы, это легче, ответы вопросы, это намного легче, чем когда мы сами выбираем какую-то тему, потому что когда мы выбираем тему, мы, в принципе, выбираем тему, более интересующую нас, а тут все-таки темы, которые вы присылаете, они интересуют вас. Да, ну, смотрите наши предыдущие эфиры, там есть таппинги на разные темы, вот, и я не сдержал, правда, свое обещание эти тайм-коды поставить, но сейчас у нас будут длинные выходные, я это сделаю. Вот, и тогда вы по тайм-коду можете просто находить таппинги и смотреть все остальное. Да. Ну, а если интересуют кого-то какие-то более философские такие встречи, ты тоже дайте нам знать, и мы можем тоже развивать разные темы по саморазвитию, как человек спрашивает, может ли таппин помочь при саморазвитии, то есть мы можем развивать разные темы по саморазвитию тоже, потому что... Ну, в любом случае, убирая вот эти вот автоматизмы, да, вот эти страхи, мы и развиваемся, мы улучшаем свою личность, мы становимся более свободными, и поэтому таппинг изначально назывался техникой эмоциональной свободы, да? Да. Да, Роберт его уже назвал у себя техникой быстрой эмоциональной трансформации, фокусной трансформации, он еще сказал, потому что его идея была, что мы фокусируемся на чем-то, что мы притянули из прошлого, и разбивая эту память, которую мы притянули из прошлого, мы ее отпускаем и создаем что-то другое. Алина, тут Алина у нас из Молдавии, я отправил майку когда-то, вот, и она пишет, что она в ней входит, ну, я рад, я рад, что она пришлась к темам, да, у меня еще остались маечки, я думаю, мы их потом разыграем поближе к Новому году, может быть, новые сделаем, что-нибудь. Вот, так что пишите, делитесь этим видео, делитесь этой техникой, потому что это средство, да, сейчас в России пик продажи всяких антидепрессантов. Да, это вообще по миру, не только в России. Да, и таппинг – это как раз то средство, которое у вас есть под рукой, поэтому делитесь этим, это бесплатно, и улучшайте свою личность, свое настроение, делитесь им тоже. На сегодня у нас все. Нелла, спасибо, что была с нами, спасибо всем. Пишите комменты, ставьте лайки, и до встречи. До всем мира, друзья. Да. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...